добрый день я сейчас работаю в городе барнаул мы пришли на логистический комплекс большой торговой сети новых и рядом со мной генеральный директор ольга маркова добрый день рада очень быть у вас отдельно на самом деле спасибо ольге что такой экстремальным образом она поменяла свои планы я смогла сюда приехать и отдельное удовольствие понимать что в рамках ритейл экспедиции в которой мы уже почти месяц находимся я ни разу в логистические какие-то комплексы не попадала как-то так складывалось что в основном я гуляла по магазинам смотрела как именно развивается торговой сети заглядывалась наносила массе там где уже продают но мы понимаем что практически у каждой сети есть либо рц либо огромные склады ну потому что без этого бизнеса сам самый главный составляющий невозможно развиваться мы сейчас находимся довольно крупном объекте это сразу стало понятно как только я подъехала к офису торговой сети и ольга я прошу поделиться какими-то вот конкретными цифрами касаемо этого объекта сколько квадратных метров как давно построился насколько загружен делись это наш уже третий складской комплекс в этот складской комплекс конкретно в это здание мы переехали три года назад она еще такое относительно новое 23 тысячи квадратных метров у нас это здание каждый из наших 299 магазинов получает отсюда товар еженедельно некоторые два раза в неделю и вот порядка ста тысяч строк ежедневно до склад нас набирает для отправки в магазин 299 магазинов отсюда получает товар каждую неделю я увидела какая огромная территория здесь склад здесь офис здесь что еще здесь на самом деле три здания это наша эволюция офисов был сначала один офис склад потом а нам его стало мало наш учитель построил второе офисное здание с уже чуть большим складом и вот это последнее третье здание те первые два они есть тоже но это площади которые мы сдаем в аренду или оказываем логистические услуги загрузка сейчас вот именно от этих площадей как нашего склада как тех площадей стопроцентная загрузка но здесь у нас еще есть там небольшие резервы для еще дополнительного оборудования то есть рост сети у нас здесь склад нам обеспечить торможение в развитии за склада у нас не будет точно да мы приехали на абсолютно работающий склад или никто для нас его конечно же не закрывает и чуть-чуть поможет в том что экскурсия получилась наиболее насыщенная и подробно еще галина зыкова директор по логистике так что не также отдельное спасибо что смогла уделить нам время для того чтобы ритейл экспедиция была максимально насыщенная яркая и понятная ну что я предлагаю уже наверно дальше пройти и посмотреть что именно здесь поменялось по сравнению например и с предыдущим комплексом да и такие знаете может фишечки технологические моменты которые я должна узнать да самая наверно крупная нам даже никуда идти не надо это вот сортировочная линия которую мы видим отсюда это наше такое внедрение прошлого года в конце прошлого года мы ее запустили слову об импорт и замещении полностью российский продукт до компания из питера ребята большие молодцы энтузиасты своего дела готовы действительно адаптировать вообще продукт под нужды клиента сделать ровно то что нужно клиенту так как это нам нужно чтобы наши а что такого особенного было решить но проблемы заключались наверно больше в конфигурации до голеносина нам был не обходим необходимо было именно сортировочная линия мы начали наборку пакетную наборку на временное нескольких заказов упростили работу нашим кладовщикам и в то же время увеличили их производительность и соответственно без сортировочной линии было сложно почему именно питерцы но они здорово работают они именно работают так как нужно клиенту они так как у них есть какое-то решение на и они его легко адаптируют для каждого клиента делают это все просто быстро оперативно работают и в обслуживании потом это сортировочная линия но и соответственно качественно быстро обрабатывает заказы наших магазинов вот это основная задача по сути получается так у вас у вас каждый день приходят новые заказы и получается чтобы вовремя собрать палеты нужно чтобы у нас было удобно 300 магазинов каждую каждую неделю получают поставки с базы получается что по 40 магазинов в день больше 40 магазинов в день вот галина сильно с командой должны отгрузить ну соответственно их сначала набрать сформировать и отгрузить и вот для того чтобы производительность именно людей галина сильно лучше до придумана была такая идея чтобы наборщик набирал не один магазин а сразу до 10 магазинов он может набирать одновременно вот мы пройдем наверное посмотрим да как это выглядит вживую и соответственно если наборщик набирает 10 магазинов одновременно потом кто-то должен рассортировать эти 10 коробок которые он сформировал на 10 целей и вот это как раз у нас делает сортировщик понятно хорошо сколько сейчас работает на складе сотрудников 200 218 это скажем так это для вас удобная емкость или надо больше людей или или как вот после того как вели вы такую вот такую улучшающую технологию вот я могу сказать что да мы открыли порядка 30 магазинов но штат не увеличивали носим это вот как раз то о чем она говорит что у нас повысилась производительность порядка наверно двадцати процентов повышения производительности произошло ну и галина сильно у нас такой один из новаторов компании у нас в целом знаете мы так на достигнутом никогда не успокаиваемся всегда ищем что-то новое не только в ассортименте в том что мы можем предложить покупателю но и внутри себя мы постоянно думаем что мы можем улучшить что можем делать быстрее качественнее и вот галина сильно 1 передовых у нас в этих рядах он тоже все время ищет каких-то улучшений внутри в процессах вот обещает концу года еще одно нововведение внедрить интрига да и соответственно что-то на чем еще можно будет вас поспрашивать ну что ж хорошо а давайте очень хочется и поближе на это посмотреть и на самом деле надо отдельно отметить что на склад мы в принципе недавно ходили вы можете посмотреть видеорепортаж со склада утконоса у нас где-то в июне вы вышел очередной ролик так что у нас будет интерес еще раз логистику посмотреть внимательно давайте пойдем ольга сейчас пока пока готовится что можно было посмотреть каким образом собирается заказ давайте поговорим о том что девятнадцатом году когда вы уже переезжали сюда еще был тренд на то чтобы уменьшать количество занимаемой но вообще как бы уменьшать количество запасов потому что это было все сети борются забрать всегда но последнее время показывает что наличие большого объема в особенно как у вас не скоро портится товара на складе это безопасность сети как сейчас в итоге у вас получилось что в девятнадцатом году переехали вы заведомо больше объем и это для вас конкуренты преимуществом оказалось как да действительно оказалось так но и вообще в принципе конечно вот мы работаем в благоприятных условиях для нас никогда не было такого сдерживающего фактора как вообще размер склада никогда нас не ограничивал в том объеме товара который нам необходимо заказать под наши потребности будь это сезонный какой-то закуп под развитие под количество магазинов и конечно да в девятнадцатом году то что мы переехали на этот склад здесь был достаточно еще резерв на развитие которые вот мы в принципе за три года уже так хорошо освоили и это в том числе нам позволило в этом году создать себе такую подушку безопасности в этом году первый раз в моей жизни было когда коммерческому директору я сказала оля как хорошо что у нас такой остаток да я представляю столько нюансов было ну действительно очень непростой своб разный год хотя мы еще февраль и когда общались мы так размышляли ой сколько у нас задать сколько всего а дальше дальше всего до их стало еще больше немножко других а сколько сейчас из каю вас с чем мы приехали а сколько сейчас из каю в среднем расположена вот на полщинах в целом на магазинах ну на самых там крупных до 25000 стою и здесь уже порядка до 20000 у нас находится на складе вообще за это время за три года мы перевели контракты еще новые сюда на склад дистрибьюторов сюда напрямую от производителей сюда поставки возим поставки напрямую на магазины они сокращаются в своем объеме уже более 80 процентов товара у нас все-таки через рц проходит а достаточно удали удаленное пространство относительно барнаула ну да полторы тысячи километров есть у нас такие магазины да если мы говорим про давно мы видим как уже здесь собирает от понимаешь что именно здесь мы сейчас посмотрим ну что ж принципе на сейчас есть возможность непосредственно посмотреть ту наработку которая была придумана для того чтобы оперативнее делать заказы давайте тогда понаблюдаем ну что ж в чем заключается технология сборки ту которую вы придумали ну во первых задача чтобы наборщиком кладовщикам было удобно работать во первых мы отказались от sd перешли на смартфоны обычный смартфон программисты сами написали наши эту программу все задания приходят сюда на смартфон на смартфон почему он потому что он легче он на руке он не мешает работать свободные сканирование обе руки она может работать ничто и не мешает сканирование проводится через bluetooth через кога сканер поэтому все удобно и вот сейчас она берет из определенной ячейки товар берет 22 штучки сразу отсчитывает 22 штучки и далее ей просто информация три штучки зеленую коробку три штучки она уже не задумывалась положила с коробку зеленой прищепкой далее три штучки коробочку желтой прищепкой и таким образом она сейчас проводит двойной контроль количество так как она 22 штучки сразу взяла из ячейки и распределяет между десятью магазинами и соответственно когда она закончит у нее наборку у нее будет по одной две может быть три коробки но каждого магазина и соответственно 10 магазинов набранный за один проход экономится время экономятся силы кладовчика у нас задача набрать быстро и чтобы люди остались живы и уставшие да ну вот получается что 10 магазинов очень много очень много мелких искаю я промежу что вот такие вот сейчас пластыри да и совсем много мало места занимает а если объем большой если большой объем сейчас мы вот буквально первый месяц запускаем внизу там можно будет посмотреть запускаем только вот буквально этот проект отрабатываем мы закупили и где-то даже сделали рухли на два поддона и ребята набирают одновременно два поддона соответственно экономится время и силы рухли электрические поэтому у них опять же экономия своего здоровья а с точки зрения вот таких вот процессов то есть получается мне реально это интересно и непонятно прошли эти все таки не занимаюсь но получается когда приезжает большая заявка в ней отделяется крупные объекты отдельно или же вместе нет ничего никуда не отделяется набирается все одновременно и большие и маленькие но по зонам хранения да заказ у нас может быть от 1000 строк и до наверное 15 тысяч строк один заказ он делится сразу на 60 зон и в каждой зоне наборщик ведет наборку и соответственно то что с мезонинов с этажей по сортиру приходят уже каждый свой свою цель снизу привозят уже поддоны также к нужной цели и все это очень быстро собирается сборка магазина который даже 15000 это максимально два часа 15000 ну значительно дольше значительно целом понятно как здесь происходит но здесь мы на втором этаже сейчас находимся а как это попадает на 1 пройдем сейчас посмотрим выкладку на сортир хорошо ну что ж мы уже посмотрели как именно сортируется сразу на 10 магазинов заказ собирается но прежде чем мы дальше объясним где мы находимся я точно должна еще задать пару вопросов вот смартфон который вы показали сейчас у коллеги что он еще решает какие еще задачи с помощью смартфона помимо того что он непосредственно идет вот в заданиях что еще вы можете с ним делать во первых кузовщик получает задание на смартфон далее он если у него возникли какие-то вопросы трудности ему нужно что-то там не так пошло с количеством в ячейке есть брак он нажимает определенную кнопку это может быть или вызов ревизора или отмечает что есть брак отмечает что есть недостача в этой ячейке или даже излишки когда программа спрашивает о последней штучке он нажимает на определенную кнопку и к нему приходит либо ревизор либо если ему нужна помощь старшего кладовщика он опять же вызывает его таким образом только нажав кнопку не тратя вот на это все никакого времени и всегда у руководителя смены есть полная информация где в каком месте какие проблемы у какого человека а по поводу склада решить он работает круглосуточно нет у нас очень удобный график мы перешли на него уже ну наверно второй год три дня работают по 11 часов 3 дня отдыхают очень удобный график когда работали мы там первая вторая смена люди все-таки вечером устают ошибок больше ошибок больше соответственно производительность падает вот с таким графиком у нас на сколько в среднем за 11 часов собирается заказов так заказов всего собирается около 100 до 100 тысяч это так у меня за 400 тысяч строк до до 100 тысяч строк каждый человек набирает абсолютно по-разному зарплата у нас основная часть зарплаты это сдельная заработная плата на во первых разное количество строк на разных участках где-то это в декоре где вот так удобно расположены ячейки и товар находится на одном метре погонам получается большое количество ячеек скорой значительно больше человек может набирать за час 300 даже где-то 300 350 строк за час вот на таком участке она обычно на обычном это максимально пока 300 строк ну опять же особенности каждого человека ну минимум вообще это 100 строк ну вот мы сейчас действительно находимся немножко отличающимся от других стеллажей в пространстве да здесь мелко штучка мы уже там заметили что довольно много мелких товаров но все-таки новых это же много косметики там такие маленькие фигурные маленькие штучки которые должны попасть в итоге в косметичку к нам когда это это было только здесь реализовано или ранее также было нет там у меня был совсем небольшой участок но здесь мы это уже этот склад мы уже со дня строительства тут все спланировали так чтобы это было максимально удобно и главное чтобы человек при работе в сборке заказа минимум делал передвижение здесь достаточно места и мы смогли распланировать таким образом чтобы группы товаров которые удобно быстро собирать вместе они были все вот в одной зоне сделали более правильную топологию размещения сколько здесь вот таких вот в этой зоне около 5000 ячеек вот на несколько года да здесь вот на нескольких рядах 5000 ячеек по-моему даже сейчас немножко больше масштаб а вот партионный учет еще и поэтому одна позиция может быть разных ячейках а мужа сроки годности соблюдаются и отгрузка вся только сроком ольга вот когда такие идеи вот приносит галина васильевна к вам вы на них как реагируете с части того что вот сразу ли становится понятно что это вот точно правильное решение надо надо так делать ну вот просто это такие моменты когда иногда достаточно понятные решения для человека который в этом постоянно вращается варится да вы более стратегические решения обычно принимаете вот как здесь данном случае вот принималось решение в том числе вот наталья правильно конечно что для того чтобы оценить вообще верность решения необходимость потому что нововведение они часто связаны с вложениями тем более не маленькими в технику но надо очень сильно погружаться в глубь вопроса поэтому но если вложения такие очень серьезные типа сортера да мы естественно тогда проводилась на защита проекта бы родились расчеты какой мы ожидаем эффект от этого вообще внедрения до в чем он будет заключаться но вот там кстати один из эффектов на тот момент знаете какой был вот мы в прошлом году разговаривали даже не просто о том что нам сортер позволит там увеличить производительность но и что само по себе экономически хорошо да мы говорили просто о том что у нас проблема с наимом сотрудников на склад нам просто чтобы как-то товар двигался уже необходимо людей заменять технологиями вот здесь вот этот был аргумент которым сложно поспорить да вы уже жили не об экономическом эффекте а вообще возможности функционирования склада вообще для насильно просто человек у нас уже с более чем с десятилетним опытом здесь именно на складе поэтому как и в принципе у всех топ-менеджеров в нашей компании достаточно большая свобода действий у галины васильевны и у нее мало того что есть свобода действий еще есть практически собственный эти отдел потому что три программиста хоть и в составе конечно эти дирекции но они работают исключительно только вот на склад вот то обеспечение для смартфона которая глина сильно показывала и вообще в мс система до постоянно дорабатывается именно под наши нужды поэтому тут с моей точки зрения развязаны достаточно руки мало того ольга сама порой подает нет такие идеи в каком направлении я еще ничего то не подумала что-то не додумала поэтому у нас замечательно получается говорят часто что до собственники руководители ну не дают возможности развиваться у нас не то что не дают у нас способствует развитию если ты остановился значит и все ну вообще у нас такой принцип надо в компании что если хочешь чтобы люди ну какую-то инициативу проявляли надо давать им свободу потому что постоянный там контроль и жесткая регламентация да они как правило людей загонять в такие рамки что люди уже потом не свой не способны как-то помыслить более широко на взглянуть там на проблему с другой стороны что предложить вот здесь надо для себя выбрать за что ты за контроль или это за инициативу вот наша компания за инициативу замечательно но очень нравится такие разговоры потому что на самом деле и вот по прошествии уже стольких поездок которые у меня сейчас были я понимаю что в первую очередь вот особенно в региональном ритейле да хотя и федеральном тоже ритейле короче люди потому что технологии технологиями они могут быть замечательными но если они не вы в неумелых руках то зачем они да ну что ж давайте еще посмотрим как непосредственно все что сейчас насобирали ваши коллеги здесь гуляя по стеллажам попадает все таки со второго этажа на первые далее в в автомобиле надо понимать что мы сейчас не можем к вам каждый наш шаг по складу показается мы идем спокойно и доходим до тех ключевых узлов которые стоит вам показать и вот мы сейчас находимся рядом как раз от этой сортировочной линии которая далее имеет возможность со второго этажа спустить на первое это понимаешь что что-то еще и выше есть судя по всему рассказывать пожалуйста как это происходит здесь данным во первых при наборке товара наборчик клей на каждую коробку штрих-код это уникальный штрих-код содержит информацию о том товаре который вложен в этой коробке соответственно сейчас наборчик выложит коробки на транспортерную ленту далее центральный сканер считает штрих-код и направит его в определенную цель второй год у нас в магазинах не ведется поштучная приемка доверительная приемка в магазинах магазин считывает только штрих-код бокса и автоматический товар который находится в коробке считается принят получается вот те коробки на которых я вижу там крен для рук это не важно важно только вот это у нас вторичная тара используется для наборки давайте помогайте нам и когда у нас перешли на доверительную приемку в магазинах это тоже позволило нам конечно значительно сократить трудозатраты в магазинах потому что но если посмотреть в рамках компании получается что одну и ту же работу мы делаем два раза сначала сотрудники галина васильна это все пересчитывая пересчитывали когда складывали в коробочку дальше там в люди в магазине достают из этой же коробочки опять пересчитывать на это тратилось много времени в магазинах когда мы доверительную приемку честно скажу с болью конечно внедрили нам это позволило оптимизировать штатное расписание я вот сейчас не поняла в тот момент когда коробки стали выкладываться то есть сразу же автоматически запустилась лента и нужно запустилась ли она сама я вижу что у вас действительно вот мы просто другие склады приходили у нас было выглядело так что постоянно ленты работают здесь это подключается ровно в тот момент когда это надо стоят датчики движения и соответственно наборщик начал работу выкладку запускается лента а если какие-то периоды когда у вас практически не останавливается да и в течение дня здесь просто наборщик их бывает что одновременно много выкладывают бывают большие заказы очень но новый год это новый год вообще ничего не останавливается никто все понятно ну чтож а наверху у вас тоже что-то есть тогда мы сейчас находимся на третьем этаже а есть второй этаж третий и четвертый этаж и также сборка проходит по полу там по нижнему этажу а ну да то есть мы бы мы сейчас на третьем этаже соответственно 4 этаж то есть у вас четырехэтажный склад вот транспортерная лента с 4 же остыть на 3 3 но поехали еще но сушки то что вторичная упаковка а вот у вас такого не дашь и специальный пластиковый коробки все одинаковые прорабатываем мы иногда некоторым идеям идея возникла но бывает что мы ее додумываем год это память что галина васильна которая еще не реализована данного о чем-то спрашивала селе начинания поддерживаются не все к ним надо немножечко подготовить ну слушайте какая-то идея должна вылежаться настояться и в итоге прийти более готовой ну да это видим там есть нюансы в любом случае пластик будет обдираться и выглядеть иногда не очень красиво но мне кажется что иногда это просто физически удобнее укладывать в машины словно удобнее есть свои свой эффект в том чтобы использовать там правильную коробку да там двух-трех типовых размеров но и стоит эта коробка тоже не дешевле дальше соответственно окупаемость проекта мы это считаем и когда не видим в этой иногда не видим это целесообразности иногда додумываем дальше а с точки зрения вот окупаемости в данном случае вот этого склада вот этой линии частности она уже в точке ли или еще проект не окуплен но она еще полного года даже не работа поэтому конечно она еще не купилась но там окупаемость 3 порядка до трех лет я если и пересчитать наверное на текущие цифры наверно потому что мы же прогнозировали насколько мы могли бы увеличить производительность но факт у нас получился лучше наверно побыстрее начать и что еще вот знаете я всегда на складе еще смотрю свет сейчас мы находимся довольно светло вам такого технического освещения хватает или вы такие вещи тоже прорабатываете но чтобы все-таки вот это все видите тоже должно быть достаточно как как-то специально задумались на эту тему света достаточно да и принципе если вот раньше был бумажный отбор надо смотреться что написано вчитаться то что на товаре сейчас мы это максимально убрали у человека не напрягается зрение во первых номер ячейки достаточно крупные он нашел далее он отсканировал и если это не тот товар ему будет всегда что ты что-то не то сделал соответственно ему не надо считывать вот во все это считываться но и освещение достаточно и все-таки замеры производили а согласно вот еще того момента про который мы поговорили на тему доверительной приемки и доверительная приемка вы сказали но достаточно тяжело было там принято на старте а в итоге вот как отказывает уже два года прошел с лишним до расхождение между фактом не произошло увеличение недостач в магазине не произошло то чего очень сильно боялась конечно розница но всегда же нам кажется что кто-то там это будет специально нам не докладывать ничего подобного не произошло хотя мы наши внутренние нормативы на недостачу немного увеличили на доверительную прием оказалось что это более такой был психологический момент скажем да для розницы чем вот это реально нужно было делать и мы же проверяем все равно у нас контрольные отгрузки существуют у галина васильна помимо наборщиков персонала приемки да есть еще такая должность как ревизор в каждую смену пять человек выполняют функции ревизора один из них это тот который стоит у конвейера и в случайном порядке выбирает коробку и проверяет соответствие содержимого внутри тому что зашифровано собственно в штрих-коде система есть системе если есть правильные точки контроля настроены правильно и каждый наборщик знает что минимум сколько один-два раза в месяц да он был его коробка бокс его точно будет проверен но тут уже а за каждую ошибку несется персональная материальная ответственность что теперь все выстроено на качество и на скорость какая вот если вот вот вы говорите вот эти кипя и до каков процентов в итоге выработка части ошибок как как это можно 0,0 это максимальный знаете про доверительную приемку свое время я мы наверное впервые написали когда говорили о торговой сети вкусвилл и тогда у многих коллег которые читали тот материал вы возникло очень много вопросов как доверительная приемка зачем и вообще как можно доверять и в итоге вот проходит ну где-то наверно лет 5-7 сейчас проходит с того времени как на было написано первый тогда материал для вас это уже норма является это замечательно вот ну на самом деле здорово когда технологии потихонечку проникают знаете меняется что-то вот зачем лишний раз перепроверять если можно вот на стартовых вещах особенно в магазинах когда у тебя много работы и там на месте это не значит что здесь нет работы да но вы в любом случае натикает занимайтесь тем чтобы все отгрузить правильно ну что ж от алиба этого у нас доверительная приемка с поставщиками мы с поставщиками тоже ну тоже наверно где-то в тот же срок до перешли на подписали соглашение что мы не проверяем не пересчитываем все там внутри коробок не вскрываем каждую коробку принимаем тарными местами у вас получается в какой-то мере обусловлена возможность того что вас очень важно очень много вас не скоро портишься товар но я же надо я понимаю что non-food направление позволяет эти вещи чуть чуть лучше делать хотя опять же тот же доверительный прием или быстрая приемка в овощах фруктах даже вот на ваш они тоже присутствуют она уже добыла да так ну что ж я что я еще должна посмотреть что мы еще должны показать коллегам в рамках спуститься посмотреть как это близко выглядит сортир ну что ж мы сейчас прогулялись по нескольким этажам посмотрели ключевые моменты связанные со складом понятно что это все очень похоже как у многих но есть нюансы и по этим нюансам как раз и поговорили посмотрите мы сейчас уже находимся рядом с этой сортировочной линии про которую как раз и говорилось и да с помощью сканера все это разбегается по нужным целям я уже стала говорить так как подсказывает галина васильевна да а но здесь я точно должна еще поговорить про поставщиков мы уже мы уже заикнулись о том что у вас у поставщиков доверительная приемка ольга а вообще как устроена здесь история с приемом товара но отгрузку я уже поняла да у нас вообще склад можно сравнить наверно сердцем до компании это отсюда все разъезжается по магазинам и если здесь не будет четкого графика если галина сильно не будет соблюдать график отгрузки то тогда у нас сбой в работе на механизма хаос да и для того чтобы глина сильно могла график соблюдать по отгрузке нужно кажется выдать график по приемке у нас поставщики записываются на приемку согласовывают время с сотрудниками галина васильевна и в договоре у нас прям прописано что опоздание на 15 минут от согласованного времени аннулирует все договоренности и дальше нужно согласовываться согласовывать дополнительно это иногда бывает в пиковые нагрузки если это у нас новый год или какой-то сезон то там и двое и трое суток машина может стоять потому что все очень плотно занято график заняты но поставщики конечно особенно новые всегда удивляются делают большие глаза как вы что мы к вам за тысячи километров едем как же мы можем ну можно как показывает практика можно соблюдать график и было тоже очень тяжело сначала и коммерческому отделу который с поставщиками все это решал и галине васильне но сейчас вот скажите галина сильно мне кажется уже проблем зато поставщики которые ездят нам постоянно они знают что они приехали их они могут планировать свое время там дальнейшие свои выгрузки загрузки потому что здесь на складе они 30 минут фура это вполне нормально где-то там дольше до задержались по крайней мере их под выгрузку поставили сразу и максимально и в минимальные сроки все это минимальное время их разгрузили если мы требуем соблюдения графика ты со своей стороны мы тоже конечно неупросто соблюдаем если фура приехала она сразу ставится на погрузку в то время которое обговорили ну да очень часто очень часто встречая разговоры о том что долго фура стоит на приемке но в принципе если в данном случае каждый соблюдает свои договоренности то в целом еще момент касаемо поставщиков вот про доверительную приемку а как они отнеслись когда вы при предложили такую историю это люди по-разному конечно все в этом мире до находится на разных стадиях развития есть поставщики зарубежным опытом работы как для которых это норма и которые наоборот даже где-то и сами выходили до этого к нам с такой инициативой и были готовы там давать может быть какую-то дополнительные там полпроцента скидки за то чтобы просто не тратить время на вот этот пересчет но есть те которые тяжело это все воспринимают и но находим вариант у нас есть в общем несколько там альтернативных путей как мы договариваемся с поставщиком но в итоге мы товар не принимаем еще в процессе разговора мы заикнулись о том что склад вот когда он фермировался предполагался там классическим образом а с одной стороны загрузка другой отгрузка как в итоге поменялись процессы и почему как я уже сегодня говорила что мы опять же очень внимательно относимся к пустым пробегам и поэтому здесь тоже самое если сортировочно линия с этой стороны 10 целей с той стороны 10 целей то мы ушли от стандартов которые что у с одной стороны приемка с другой стороны отгрузка у нас есть несколько ворот с минимальным опять же пробегом от сортера на отгрузку и с той стороны где была раньше приемка тоже есть несколько двое там по ворот на отгрузку а приемку также разделили с минимальной доставкой до места хранения если у нас порошки хранятся в той стороне соответственно в той стороне они разгружаются тоже переводим то это вот на лишние этих сопривизация наше все знаете сантиметры секунды да я на самом деле когда встречаюсь коллегами которые занимаются логистикой для меня это параллельный мир вообще параллельный мир потому что я понимаю что вот в рамках вот того той полеты где-то наверху находится очень важный товар который нужно найти вот среди вот этих 20 с лишним сколько 25 тысяч из каю вы действительно можете достаточно быстро найти ровно то что вам требуется достать расформировать доставить туда куда нужно из изумительная работа и всегда всякий раз из этих мелочей освещаюсь самом деле одна из целей вот экспедиции ритейл показать насколько непрост на самом деле тот под наш простое движение взять с полки какой-то товар положить корзинку оплатить на кассе и выйти самом деле для того чтобы этот товар появился на этой полке вот столько всего и такие галины васильев должны работать в каждой из торговых сетей которые присутствуют у нас россии не только а спаси и давайте знаете еще здесь я должна отметить что вы знаете мы когда гуляли по по центру пол складу вашему вот отдельно отметим что галина сильно постоянно подсказывала какие моменты связаны с тем чтобы уменьшить нагрузку на конкретного человека конкретного людей вот которые здесь работают чтобы упростить деятельности здесь мы соответственно увидели бегающие естественно моторные вот эти тележки электро тележки да я вижу вот этот оборачиватель вот полетая робот полетая робот полетайзер да и вот таких вот вещей вот скажите пожалуйста вывод их находите где и на выставку и опять же смотрю интернет в помощь и литературу коллег у коллег друг другу подсказываем если у меня появилась такая игрушка почему-то не поделиться своими впечатлениями результатами работы и соответственно приезжают смотрят себе приобретают есть какие-то еще идеи которые связаны именно с облегчением работы которые вот может быть в ожидании реализации ну что ж тогда видимо до следующей встречи а но на этом у нас сейчас с экскурсия по складу торговой сети новых см и заканчиваем экспедиция ритейл продолжает дальше мы еще соль ты заглянем в один из магазинов торговой сети посмотрим 299 до эти очень чуть-чуть нам не хватило для того чтобы увидеть юбилей для 300 ну что ж 299 запомним его ну что ж мы здесь заканчиваем далее у нас следующие выпуски напоминаю что все видео которые делались в рамках экспедиции retail точку ру вы можете посмотреть по хэштегу экспедиция ритейл и ритейл экспедиция да у нас два хэштега и благодарим за поддержку экспедиции компанию 1с а также дрогере союз которые помогли мне организовать том числе сюда поездку и также с нами сотрудничает сервис нд аудит спасибо им всем за то что я имею возможность все это смотреть и вам рассказывать до встречи в следующих эфирах и и Субтитры создавал DimaTorzok